Когда нам нужно было кончать гимназию, то я уже стал беспокоиться. Хотя это уже поздно, чтобы у меня аттестат был хороший, чтобы я мог поступить в высшую техническую школу. Я еще, находясь в гимназии, чувствовал, что мне надо идти по технике, потому что технику я любил. Когда я был у себя на родине, игрушек у меня никаких не было. Они и дорого стоили, поэтому игрушки я делал из дерева сам. Но они все-таки всегда носили какой-то несколько технический характер. То я делал корабль из дерева достаточно большого размера, с оснащением по какой-то книге. То делал плотини на нашей реке Лужминки со шлюзом и поднял воду на какие-то там 400 миллиметров. То построил лодку, которая управлялась при помощи рук с двумя колесами. Так что меня все время тянул к технике. Но для того, чтобы поступать в высшую школу, еще я не знал, будет ли экзамен или же конкурс аттестатов. Нужно было иметь хорошие отметки по математике. А как раз в последний-то год какой-то получилась перебивка с учением. И я получил последние четверть, тройку. Я обращаюсь к моему учителю Шпееру и говорю, что я хочу, чтобы вы мне поправили, что нужно поступать. Мне важно, чтобы было не меньше хотя бы четырех. Он говорит, я не смогу вас вызвать, потому что есть целый ряд лиц, у которых двойки, которым надо кончать. А то, говорит, учитесь вы так средне, а вот как к концу, так вы хотите поправляться. Я ему говорю, а если я экзамены и письменные, устные по математике выдержу на круглые пять, вы мне в аттестат поставите пять? Он говорит, поставлю. Ну, перед экзаменом я занимался. И, конечно, все эти самые экзадачки и все, что полагалось, решил на пять. Получил на экзамене круглую пятерку. Но он все-таки не выдержал своего слова. И в аттестат вывел четыре. Правда, это мне не помешало, потому что, приехав в Москву, я сразу держал в два учебных заведения. В Московское высшее техническое училище, которое мне больше всего нравилось, и в Институт инженеров путей сообщения. В то и другое я прошел по конкурсу, выборов в Московское высшее техническое училище. Так и определилась моя техническая жизнь. В первый год я очень старательно занимался высшим техническим училищем. Когда уехал мой брат, я остался один в комнате, за которую мы платили пять рублей. Но к небольшому количеству денег, которые были у меня, они все понемножку вышли. А тогда порядок был такой, что снимающий комнату получает утром самовар, и дальше все остальное должно иметь свое. Когда у меня кончились деньги, мне было стыдно, что хозяйка будет уносить пустой чайник без чая. И поэтому последние заварки я из чайника вынимал и понемножку туда добавлял, чтобы было видимо, что я что-то такое пью и ем. Но потом уже стало совсем плохо. И я решил, что я свое плохенькое пальто заложу в ломбарде. Свернул, потихоньку мимо хозяйки ушел и стал искать, где ломбард. Но мне казалось, что вся Москва смотрит на меня, как я иду под мышкой, чтобы заложить в ломбарде свое плохенькое пальто. Я так и не решился дойти до ломбарда и вернулся голодным. К счастью, я тут же, может быть, в этот день или на следующий день, получил из дома три рубля. Ну, это были большие деньги для меня, и уже можно было покупать и хлеб, и все. Учение у меня в техническом училище шло очень хорошо. Я сделал гораздо больше, чем полагалось за первый год. И в этом же году я стал подходить близко к воздухоплаванию. Дело в том, что в высшем техническом училище воздухоплавание преподавал Николай Егорович Жуковский. Это наш великий ученый, преданный науке и любивший экспериментальную аэродинамику. Тогда она не называлась аэродинамика, а называлась воздухоплаванием. Вокруг него создался большой воздухоплавательный кружок. Количество членов доходило иногда чуть не до тысячи человек. Но основной костяк, который создался у него, это было примерно полсотни молодых студентов. Я тоже к этому делу стал подходить. Началось это так. В университете, где Николай Егорович тоже читал лекции, организована была выставка авиационная. На эту выставку авиационную, тогда называлось, конечно, воздухоплавание, собрали все, что только было в России. Какие-то змеи летающие, части воздушных шаров, части планера, некоторые планеры, которые уже начинали делать в Киеве. И на эту выставку я первый раз пришел. Поднимать на нее народу было эти экспонаты мало. И поэтому я стал помогать поднимать какой-то планер. Тут я познакомился с молодым ученым Далюне, которому, очевидно, я понравился. Он меня познакомил с Николаем Егоровичем Руковским. Вот с этого и началась моя жизнь по авиации. После этой выставки я уже стал работать при Высшем техническом училище и все больше и все ближе подходить к Николаю Егоровичу Руковскому. Николай Егорович Руковский решил создать при Высшем техническом училище аэродиномическую лабораторию. Для этого ему был выделен большой зал, раньше чертежный зал, чтобы в этом зале можно было построить аэродиномические трубы. Николай Егорович, которому, очевидно, я чем-то понравился, когда нужно было назначать заведующего оборудованием этой лаборатории, он и говорит, давайте назначим заведующего аэродиномической лаборатории Туполева. У него руки хорошо работают. А то, что я делал, он был знаком по тому, какие модели самолетов я делал еще в кружке. Так меня назначили заведующим оборудованием несуществующей лаборатории, чтобы создавать аэродиномические трубы, которых я никогда не строил и не понимал. Ну, время тогда было такое, когда мы брались за новое довольно храбро. Дозначили мне жалование 25 рублей. С этого времени уже можно было не заниматься уроками, и мое студенческое существование было обеспечено. 3-е есть формonomирование. 4-е органы занимаются с connhipным и волосецом, и ком Rock Rock injust метров. 4-е complic.